В Челябинске Металлургический районный суд взял под стражу сроком на два месяца 32-летнего ветерана специальной военной операции, обвиненного в убийстве своей сожительницы. Как сообщает городской портал 74.ru, убийство было совершено в ночь на 25 февраля на улице Дегтярева в микрорайоне ЧМЗ. Жилец этого дома Никита Сидоров два дня до этого где-то выпивал с друзьями, отмечая 23 февраля. Этот праздник для него не был формальным. Не так давно он через госпиталь вернулся со специальной военной операции. Около часа ночи мужчина попытался попасть домой, но находившаяся в квартире его сожительница и мать его трехлетнего сына отказывалась открывать ему дверь. По словам соседей, Никита в пьяном виде терял человеческий облик, был дурным, заносчивым и агрессивным. Иди мне домой. Иди домой. 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 Услышав в очередной раз отказ, Никита, по словам соседей, прокричал своей подруге, если не откроешь дверь, тут навсегда и останешься. В итоге он обошел дом и забрался в квартиру на втором этаже через балкон. В это время Наталья, так по словам соседей, звали его гражданскую жену, уже звонила в полицию. Первое сообщение от нее с просьбой о помощи поступило в 1 час 10 минут 25 февраля. Спустя 35 минут во дворе появился первый автомобиль патрульно-постовой службы. Полицейские звонили, стучали в квартиру за дверью, которой раздавались криги и просьбы о помощи, но проникнуть внутрь не могли. Еще через 45 минут в дом на Дегтярево приехали спасатели, которые срезали стальную дверь с петель. К сожалению, к этому времени пьяный Сидоров уже успел задушить свою жену. Их трехлетний сын не пострадал. Как сообщили в Челябинском полицейском главке, действия сотрудников отдела полиции Металлургического района подвергаются проверке вышестоящими коллегами. По результатам проверки будет дана оценка своевременности принятия ими мер для предотвращения тяжкого преступления. Обвиняемый в убийстве взят под стражу.